Денис, приветствую тебя! Привет всем! Наше традиционное с тобой совместное включение. Обсуждаем рынки с точки зрения всевозможных видов анализов, фундаментального, технического, психологии. Если есть хорошие показатели по индексу настроения и сантименту, я это всегда подсвечу. Вот, например, сегодня можем, кстати, разобрать золото, которое как раз интересно сейчас, я думаю, будет не только нашей аудитории, но в принципе всем тем, кто интересуется финансовыми рынками. Как раз по рыночному сантименту сейчас есть сигнал на продолжение нисходящей динамики. Ну ладно, давай во всем по порядку. Сегодня, кстати, заседание Европейского центрального банка. Сегодня на рынках тоже скучно не будет. После заседания Федрезерва волатильности останется повышенной. Я думаю, что вот мы в таком периоде турбулентности прямо проведем до конца недели. Поэтому, прежде чем перейти к рекомендациям, хочу лишь напомнить, друзья, что насколько важно соблюдать правила риск-менеджмента, то есть принципиальнейшие вообще вещи. Надеюсь, что эти постоянные комментарии с нашей стороны о том, как это важно, уже лишний. И вы все люди, трейдеры опытные и знаете, что такое стоп-лоссы, и знаете, что такое, что рынок не всегда показывает эту динамику, на которую хотелось бы рассчитывать и получить по факту тех прогнозов, которые даются. Вчера заседание Федрезерва. Решение по ставке, в принципе, в соответствии с ожиданиями, ставку оставили на прежнем уровне 5,25%. Учитывая, что к этому заседанию мы подошли с вероятностью повышение ставки примерно в районе 5%, но, разумеется, ФРС не стал умудрить и дал рынку то, что он ожидает. Были ли какие-то интересные заявления на пресс-конференции и во время публикации сопровожденных заявлений, комментариев? Я думаю, что нет. Потому что ФРС сейчас предпочитает не провоцировать какие-то ненужные волнения на рынке, он придерживается прежней риторики, к которым мы уже довольно-таки давно привыкли, что какого-то плана четкого нету. То есть решения по ставке принимаются в зависимости от того, как меняются экономические условия. То есть сам ФРС не знает, какое решение будет в следующем, уже на июльском заседании. Если того будет требовать ситуация, я имею в виду, если будет необходимость вмешаться, например, в случае роста инфляции в месячном выражении, то ФРС это сделает. Если ориентироваться на какую-то точечную диаграмму по оценке вероятности дальнейших действий по росту процентной ставки в США, то сейчас прогнозы предполагают, что ставка может в среднем вырасти до 5-6%. Если как бы конвертнуть это в те действия, которые впоследствии будут приниматься, то возможно ФРС поднимет ставку еще дважды. Ну, ключевое слово «возможно». Если мы и дальше будем наблюдать за неуклонным снижением инфляции, инфляция, как вы, друзья, все могли убедиться в рамках этой недели, когда вышли данные по индексу потребительских цен в США, снижается довольно активно. Сейчас уже 4% фактически показатель в два раза выше, чем целевой ориентир, но все равно это минимальное значение практически за два года. Индекс N-производителей вчера промышленной инфляции тоже серьезный спад, что позволяет рассчитывать на сохранение вот этой нисходящей тенденции в целом по инфляции и в последующие периоды. Я предлагаю, опять же, сегодня не касаться конкретно доллара, хотя если мы будем разбирать европейскую валюту, я думаю, все прекрасно понимают, что прогнозы по евро можно как бы с реверсом накидывать на индекс доллара, потому что у них высокая степень корреляции. Я предлагаю сегодня начать с европейской валюты. Давай, давайте начнем. Так, пара евро-доллар, текущие котировки 1.08.09. Ну, можно сказать то, что пара постепенно приближается, возвращается к поддержке 1.08. Сегодня на повестке экономического календаря заседание ИЦБ в 12.15 по GMC ждем ставку и традиционно через полчаса после этого пресс-конференция главы ИЦБ Кристин Лагард. Да, здесь, если оценивать вероятность повышения процентной ставки, она практически 100% в пользу того, чтобы ставку подняли. С 3.75% до 4%. Я думаю, что сегодня ИЦБ как раз выкрутит это решение. Если вспомнить последнее заявление Лагард о том, что ИЦБ будет практически на каждом заседании повышать ставку до тех пор, пока не будет получен убедительный сигнал снижения инфляционного давления, эту риторику мы сегодня, скорее всего, снова услышим от нее во время пресс-конференции. И я думаю, что это может быть интерпретировано как сигнал в пользу того, что на определенном этапе ставка Европейского центрального банка начнет потихонечку догонять ставку Федрезерва. И в этом случае может возникнуть интересная ситуация, когда евро будет привлекательным активом на фоне торговли контраста монетарного политика, то есть на фоне действия Федрезерва и Европейского центрального банка. Я пока что в отношении еврооптимист считаю, что пара евро-доллар легко может добраться до отметки 1.10. Опять же, после вот этой локальной коррекции, где-то в диапазоне 1.751.08, можно уже размещать отложенные ордеры на выкуп с целями обновления локальных максимумов и движения пары евро-доллар, ну как минимум к отметке 1.09. Так, что касается золота, я, ты знаешь, я не сторонник того, чтобы индекс доллара, если вернуться все-таки к теме, то, что было сказано, индекс доллара, прежде чем, опять же, найдет основания для дальнейшего роста, все же прогулялся еще пониже. Соответственно, ожидание потенциала, реализация потенциала снижения курса доллара должно поддержать рынок дорогоценных металлов. Но я не могу решиться на 30 длинных позиций по золоту до тех пор, пока индекс настроений показывает, что большинство трейдеров сейчас находится в как раз покупках, то есть я обычно не стою вместе с толпой. Если большинство находится в покупках, значит, можем сделать вывод о том, что золото локально способно обновить минимум где-то там в диапазоне даже 1900-1920 долларов за тройскую омс. Вот на своих брифингах я рассказывал, что где-то там я, точнее, на отметке 1920, я разместил отложку, буду пытаться выкупить золото оттуда. Да, рискованно, потому что тренд локальный, нисходящий. Но я верю в то, что все-таки рынок будет закладываться под идею дальнейшей слабости доллара, и, соответственно, это может оказать локальную поддержку рынку дорогоценных металлов и, в частности, золотому активу. Поэтому краткосрочная динамика, в которой я не буду принимать участие, потому что я в целом не удивлюсь, если золото прям выкупят в любой момент времени. Краткосрочная динамика – это шорт, учитывая, что толпа сейчас находится в покупках. И, как уже отметил, где-то поближе к 1900 долларам за тройскую омсу, буду уже искать точку входа для длинных позиций. И еще можно рассмотреть рынок нефти. Текущие котировки 73.40. Новостной фон интересный для рынка нефти, потому что сегодня утром вышли данные по Китаю, по рыночным продажам, по промышленному производству. Статистика не оправдала ожидания аналитиков, экспертов. Это плохо, что мы получаем плохие данные по Китаю, потому что Китай – это основной локомотив спроса на углеводороды. Но есть и позитивный момент – это вчерашний прогноз Международного энергетического агентства, из которого следует, что спрос на нефть в этом году вырастет на 2,4 миллиона баррелей. То есть, фактически, обновить рекордный показатель, совокупный спрос может составить 102,3. Однако в этом же самом докладе отмечено, что предложение будет дальше сокращаться, но мы понимаем, что это все из-за усилий действия стран ОПЕК. И предложение сейчас находится на отметке 106 миллиона баррелей. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем месяц назад. При такой тенденции любую попытку развить нисходящую динамику по рынку нефти, ее будут ломать, инициатива будет переходить, на мой взгляд, к покупателям, и нефть будут все-таки тащить к новому локальным максимуму. Поэтому я рекомендую по нефти смотреть на цели 75 и выше. И, возможно, вот эта коррекция, которая сейчас идет в восстановлении, это уже разворот, который приведет к котировке к новому локальным максимуму. Поэтому я в отношении рынка нефти «БЫК». Денис, слово тебе. Так, хорошо. Как раз вот золото просматривал. Отличный экранчик должен быть виден. Значит, несколько слов по поводу евротехнический. Я согласен на счет 1.09. Дело в том, что здесь, ну, помимо технического сопротивления, здесь также еще и маржиналка и первая вот опционная граница. Есть и повыше в районе приблизительно 1.10. Но я, честно, не вижу особо сейчас перспектив туда роста. Я считаю, что, в принципе, вот это вот все движение вверх, которое нам сделали, оно больше все-таки коррекционное будет. Вот. И единственное, здесь очень сложно оценивать с позиции объемов, потому что сейчас новый сентябрьский контракт. И в сентябрьском контракте у нас объемы вот только-только начинают заходить. И реально это не очень комфортно, не очень удобно с точки зрения торговли, потому что нужно хотя бы еще недельку наторговать, и тогда уже будет понятно. В общем, вчера на ставке ФРС тут достаточно неплохую кульминацию сделали. Но, опять-таки, это кульминация с не такими уж крупными объемами. Если сравнивать с прошлым контрактом, то они там примерно в два раза больше. Поэтому здесь я не стал ничего предпринимать. В идеале, конечно, сделать перехай и где-то от этой зоны в районе 1.09 скинуть вниз. То есть это было бы самым классным сценарием, который вот здесь можно придумать. Ну, лично, как по мне, потому что сейчас текущая цена подошла на поддержку, и с этой поддержки, соответственно, может неплохо отскочить вверх. При этом у нас вот по опционам прям есть одна очень сильная конструкция – зона безубыточности, которая начинается вот в районе примерно… То есть округлить 1.07 в этом диапазоне. Поэтому я считаю, что с очень большой вероятностью мы все-таки к этому диапазону придем. Вопрос в том, с каких конкретно уравнений. Либо с текущих это произойдет, либо немножко это произойдет позже, то есть после перехая. В идеале мне бы хотелось, конечно, увидеть после перехая новую кульминацию и затем вот двинуть вниз к этой зоне. Дальше буду уже смотреть, может быть, на обновление минимума, может просто подойдут сюда вниз на ретест. Здесь пока заранее не готов сказать. Но внизу, вот я смотрю по опционам, там есть куда падать еще, особенно вот очень существенное вливание в следующем опционном контракте, который 4 августа экспирируется в районе 1.0660. Вот так что я думаю, сюда примерно еще прогуляться может. Потом по поводу индекса доллара. Ну мне все равно, вот не нравится мне вот это снижение, просто не верю в нее, вот серьезно. Я тебе говорю, вот я просматривал на разных таймах, видел как оно вот сформировано вниз. Как по мне, но все равно не хватает вот этого вот добоя выше. Я не думаю, что нам сделать что-то наподобие вот такой структуры. Не исключаю, но и в то же самое время очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому я все-таки за то, что где-то вот с этой локальной поддержки, вот здесь вот область как раз поддержки техническая сделана, что с нее попытаются все-таки добить вот к этому диапазону, а потом скинуть вниз. Ну либо хотя бы вот сюда на ретес как минимум. Поэтому здесь у меня с точки зрения дневки вообще ничего не поменялось, все равно цена в диапазоне остается. И глядя вот на структуру евро, то в принципе складывается, так как у них все равно 56% это в валютной корзине доллара, это занимает евро. И поэтому я думаю, что если по евро прогуляются вниз, то здесь как раз вполне логично немного добить выше по индексу доллара. Что касается золота. Вот здесь вот у нас с тобой маленькая будет ценовая раскорреляция. Я делаю в том, что по золоту исключительно только продажи рассматриваю. Думаю, что если даже с текущих нам коррекцию дадут, то дальше движение вниз у нас будет приоритетно как раз первой целью на 1900. Дело в том, что я не очень понимаю, честно, о какой толпе речь. Я в принципе считаю, что никакой толпы на рынке не существует. Есть понятие спроса-предложения, торгуют в принципе между собой крупные институциональные банки, фонды и так далее. Ну и плюс центробанки, естественно. И я смотрел тоже по ним разные позиции, в том числе и опционов. Никаких покупок там и близко нет. Поэтому здесь, вот глядя опять-таки на стакан, то, что у нас в стакане есть по фьючам, что у нас есть по опционам, то здесь как раз сейчас пока что локально закладывают добой ниже. То есть в район 1900. Есть здесь, конечно же, потенциал и ниже уйти, есть там и выше. Но судя по вообще в целом всей структуре, я думаю, что у нас первая цель как раз в районе 1900 будет. Не факт, что туда пойдут прям вот с текущих уровней. Ну, реально не факт. Но в любом случае здесь могут добить, сделать вот такую локальную коррекцию вверх. Зонка уже сформирована. Это 1950-1960. Очень сильный такой хороший диапазон для новых продаж. И с этого диапазона уже после этого скинут вниз. Поэтому у меня пока что вот такое мнение. То есть по золоту я его не менял. И продажу постепенно отрабатывают. Да, он немножко там нервы покромсал вот такими вот движениями. Но в целом не вижу здесь особо проблем для продолжения снижения. По поводу нефти. Значит, нефть у меня тоже сейчас пока что локально шортовая. Здесь, условно, сценария может быть только в том случае, если импульсом перекроют вверх. Пока что на данный момент для этого никаких условий нет. Я не вижу, в смысле, ни технических, ни фундаментальных. Особенно в плане технического. Потому что основные сейчас это в новом контракте августа. Мы уже перескочили как раз на август. И те объемы, которые начали туда заходить, мы прямо четко видим, что в моменты попытки проталкивания вверх, вот раз, и потом дублирующиеся объемы были. Здесь вначале фиксации по бидам проходили. То есть рыночные продажи чуть выше. Здесь заходили селл-лимиты. То есть перекосы по аскам. Это у нас селл-лимиты, пусть и небольшие, но были. Также немного выше зона продавцов. И при этом весь этот диапазон достаточно сильное накопление, которое было сделано еще в контракте, который у нас проэкспирируется в пятницу завтра. Это контракт июля. И основной диапазон накоплений, конечно, был у нас вот здесь. То есть там, где дольше всего торговала цена. Поэтому я считаю, что движение вниз у нас приоритетное. И его первая цель в районе 64. Но не факт, что конечное. Потому что здесь есть потенциал снижения вплоть до 62. То есть 62, 64. Как по мне, это достаточно значимый диапазон, куда цена как раз очень большой вероятностью может дойти. Поэтому, да, есть небольшая там раскорреляция, например, с индексом доллара. Но меня это ни на грамм не смущает, потому что они, в принципе, не обязаны вовсе двигаться вместе. Да и глядя на то же золото, то потенциал все-таки снижения здесь тоже есть очень классный. В общем, такое у меня пока что мнение. И ждем, что он нам на ЕЦБ преподнесут. Какие интересные движения, какие интересные сюрпризы, и там будем решать. Но тут по поводу 109, конечно, хотелось бы. Не факт, что увидят, но хотелось бы. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Еще раз напомню, действительно, что сегодня уже все будет зависеть в отношении евро к европейскому центральному банку. Главнейшее событие для главного валютного риска. Поэтому будем бдить, внимательно следить, анализировать. Денис, ну а мы с тобой, как и всегда, через неделю снова пробежимся по всем вот этим главным релизам, подведем итоги. И если будет необходимо, пересмотрим свое отношение к рисковым инструментам, да и к доллару тоже. В общем, будем такими же адаптивными, как Федрезерк, говорим. То есть зависит от экономического ситуации, но это правильная тактика. Еще раз тебе большое спасибо, что подключился, нашел время, уделил его, чтобы разобрать вместе со мной рынок. Тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных. Пока. Спасибо тебе тоже отличного закрытия. Нашим подписчикам, как всегда, тоже хороших выходных с классной торговлей. Спасибо, Денис. Пока-пока.